Меня зовут Марина Балуева, я сопредседатель профсоюза «Учитель» в Санкт-Петербурге, учитель английского языка. Мы собрались для того, чтобы поддержать наших коллег из издательства полиграфического техникума. Это преподаватель Юлия Маркова и воспитатель Елена Римгайла. В чем суть конфликта? Их пытается уволить директор техникума, директор слитого учебного заведения с непроизносимой совершенно аббревиатурой, где произошло слияние строительного техникума и издательского полиграфического до этого. Анатолий Кривоносов пытается их уволить за то, что они пытались отстоять независимость издательского полиграфического техникума, пытались сохранить здание, особняк Петса, историческое здание издательского полиграфического техникума, там, где была ранее знаменитая типография Соселевича, и где есть традиции, книга издательства в Петербурге, книга торговли. Здание, которое продолжает, где можно действительно воспитать поколение издателей российских и петербургских. Но вот это здание пытались у них отобрать, они отстояли здание. Но, кроме того, в процессе этого конфликта было выяснено, что слияние учебных заведений привело не к оптимизации, не к сокращению расходов, а наоборот, к их громадному увеличению. Там цифра совершенно невероятная, перерасходы бюджетных средств. Сейчас за это их пытаются уволить. Мы намерены защищать своих коллег дальше. Вот сейчас, выйдя на эту акцию, мы ожидаем, что привлечем внимание общественности, и это поможет нам в нашей борьбе за своих коллег. Маркова Юлия Викторовна, Академия управления городской средой, градостроительства и печати, председатель первичной организации «Профсоюза Учитель». Как организовалось наше учреждение? В 2017 году по постановлению Полтавченко издательский полиграфический техникум, в которой я и пришла работать, я его закончила, являюсь специалистом издательского дела в этой области, практикую, был реорганизован путем слияния с колледжем строительной индустрии и городского хозяйства. Мы, разбираясь в причинах реорганизации, в планах финансовой и хозяйственной деятельности обнаружили следующую картину. То есть в год реорганизации наш фонд оплаты труда возрос в два раза. Увеличения бюджетных студентов не было, преподавателей в два раза не увеличилось, зарплата наша не увеличилась. Такая же картина в год реорганизации была в колледже городского хозяйства. Там фонд оплаты труда увеличился на 100 миллионов. Произошла реорганизация в новой объединенной организации в 2018 году, еще увеличивается фонд оплаты труда. Но наша зарплата не растет. Мы стали изучать этот вопрос во всех подведомственных организациях, потому что наш учредитель – комитет по науке и высшей школе. На данный момент в подведомстве 9 колледжей. Мы составили аналитические таблицы и увидели, что за два года, 2017 и 2018 год, фонд оплаты труда увеличивается на миллиард рублей. То есть на весь бюджет 2015 года всех подведомственных организаций. Колледжи небольшие, их всего 9. Это существенные цифры. Мы этот вопрос задали исполняющему обязанности губернатора Беклову в виде открытого письма и зарегистрировали его 14 января 2019 года в Смольном. Мы ждем ответа. Требуем финансовой проверки комитета по науке и высшей школе и подведомственных организаций. Мы год назад уже об этом писали и с нами администрация очень борется. На сегодня у меня надумано три выговора. Понятно, что они абсурдные и я подала в суд. Но в каждом выговоре содержится информация, что о неоднократности дисциплинарных нарушений администрация вправе со мной расторгнуть трудовой договор. То есть я на грани увольнения. Так же происходит с другими неугодными людьми. Кто является на сегодня неугодным и кто задает неудобные вопросы. Мы задаем вопросы финансовые. Они, наверное, неудобной администрации, если они не могут ответить. И не ведут с нами диалог. Самое интересное, что нам никто не объясняет. С нами не разговаривают. Мы призываем прочитать наше открытое письмо и готовы ответить на вопросы. Читайте открытое письмо Беглову. Его можно прочитать в группе «Защитим СПБ и ПТ». Эту группу вконтакте организовали студенты, которые первые вышли на защиту своего учебного заведения. Мы издательский полиграфический техникум выступали за сохранение как самостоятельного юридического лица. А мы, преподаватели, уже их поддержали. Поскольку студенты-активисты выпустились, мы продолжаем работать и продолжаем задавать вопросы. Ну, пусть даже неудобные. Но мы делаем свое дело, а администрация что-то свое. Вот так и работаем. То есть мы заявляем свое несогласие и протест против незаконных действий администрации, в частности директора техникума Кривоносова. И сегодня вышли сюда, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. «Я надеюсь, что информация о нашей акции появится в СМИ, в самых разных власти видят и как-то прореагируют. Мы ждем рефлексии либо от властных структур и от широкой общественности. Выступаем в защиту преподавателей». Продолжение следует...